За 9 месяцев текущего года сотрудники ГАИ зафиксировали 56 ДТП, в которых пострадали люди. По сравнению с прошлым годом, это на 13 случаев больше. Число раненых в результате ДТП также увеличилось на 10 человек. За первые 9 месяцев года на дороге не погиб ни один горожанин. Несовершеннолетние стали почти в два раза чаще попадать в дорожно-транспортные происшествия, а происшествий по вине пешеходов, наоборот, стало меньше. Пьяные водители стали виновниками четырех ДТП. В два раза выросло число аварий из-за ненадлежащего состояния проезжей части и занижения обочин. Анализ дорожно-транспортных происшествий с пострадавшим показывает, что основными видами являются такие, как столкновение транспортных 23 к 16 в том году, наезд на пешеходов, рост 19 к 13, на пешеходных переходов плюс 1, 9 к 8 по тому году. В этом году уменьшилось число случаев наездов на велосипедистов. При этом число наездов на животных стабильно, по одному случаю в год. Основными причинами ДТП стали нарушения правил проезда пешеходных переходов, выезд на встречную полосу и нарушение дистанции между автомобилями. Немало аварий произошло из-за непредоставления пешеходу преимущества в движении. В этом году в два раза выросло число случаев несоблюдения требований дорожных знаков. Ну и, наверное, бич такой в плане, что превышение скорости движения водителями. В 2024 году 7 превышений стали, способствовали совершению дорожных транспортных происшествий. К 3 по 2023 году. Сейчас прорабатывается вопрос об установке камер красных чертей города. В 2025 году, надеемся, что выпрямим данную ситуацию. За этот год сотрудники госавтоинспекции провели 37 профилактических мероприятий. Бахус, труба, внимание, пешеход, электровело, мототранспорт и другие. 145 пьяных водителей привлечены к административной ответственности. Из них 28 повторно пойманы в нетрезвом состоянии. В два раза выросло число ДТП с участием детей. Всего в 2024 году было зафиксировано 503 ДТП. Это на 14% больше по сравнению с прошлым годом. В два раза уменьшилось число водителей, которых привлекли к ответственности за управление автомобилем без прав. Также выявлено в два раза больше нарушений правил дорожного движения. 218 нарушений зафиксировано со стороны пешеходов. Хотел обратиться ко всем участникам дорожного движения, так как, я уже сказал, пешеходы также являются участниками дорожного движения. К пешеходам также относятся пункты правил дорожного движения. Правила дорожного движения – это не просто какая-то художественная литература. Это действительно правила, которые пришли из жизни. За каждым пунктом правил стоит, как правило, чья-то трагедия, чьи-то жизни, чьи-то судьбы. Дорога ошибок она не прощает.